итак я еще раз всех приветствую и сегодня я семён розенберг как обычно буду проводить занятия воскресенье как обычно 1300 по времени торонто из торонто я провожу занятия и так сегодня я буду говорить о компании access маркетинг и какие нас ожидают в ближайшее время события по маркетинг по access маркетингу и если будет время мы в конце ответим на некоторые ваши вопросы итак access маркетинг что это за компания для тех людей которые сегодня впервые пришли сюда я постараюсь тоже дать информацию чтобы было интересно всем категориям поскольку мы не ограничиваем по категории по категориям посещение наших занятий и так компания access маркетинг должен вам сказать что буквально несколько минут назад я посмотрел рейтинг нашей компании в интернете и очень приятно удивлен потому что мы сегодня на 350 месте в мире по веб-сайтам да то есть это очень хороший рейтинг должен вам сказать что еще недавно мы были там на миллионных местах совсем недавно были где-то на восемьсотых местах совсем совсем недавно неделю назад примерно на четырехсотых местах и вот сегодня на 350 месте достаточно вам просто взять какие-то компании посмотреть любые известные компании любые и вы увидите большую разницу почему то есть почему компания access маркетинг сегодня столь стремительно идет вперед хотя я считаю что это еще не движение вперед потому что наши основные продукты которые устарели за последние несколько лет до интернете все происходит мгновенно то что было правильно еще полгода назад сегодня это уже как бы старые продукты и несмотря на все это да мы сейчас находимся в процессе перевода перевода нашей компании на совершенно новые рельсы с точки зрения современного продукта и современного оборудования и как бы в процессе мы сегодня на 350 месте то есть когда все будет готово и запущено я думаю что это будут гораздо лучше места а зачем нам это место на некоторые меня спросят а за каком нам разница на 350 месте мы видом или на миллионном разница большая потому что компания access маркетинг занимается рекламой в интернете и рейтинг это самый главный показатель рейтинг трафик это то что привязано конкретно к нашему карману конкретно причем каждого из тех кто занимается компания access маркетинг тем кто занимается access маркетинг любому человеку он тесно связан с этим рейтингом я имею ввиду денежном отношении и конечно это и рейтинг рекламы нашей которую мы даем это продвижение наших сайтов это все вот вот к этой вот одной цифре да если эта цифра почему сегодня google самый богатый да потому что у него рейтинг номер один рейтинг номер один поэтому он самый богатый то есть рейтинг конкретно связан с деньгами еще очень приятная новость заключается в том что где-то не 10 назад они подготовила новый веб-сайт хотя и старый на веб-сайт стали был хороший но новый он новый да он новый он уже сделан в другой технологии он сделан в других языках программисты лучше знаю да что такое но нам это не главное для нас главное чтобы это было удобно и вы видите основные продукты которые мы увидим в ближайшее время новые продукты да это домейн и хостинг да будет уже по новому сделан это реклама по новому это главный продукт access local local мы немножко чуть подробнее и сайт билдер сайт билдер мобильный сайт билдер и вы видите внизу выделено два продукта два кита это access local это огромный продукт огромный продукт где много разных видов рекламы да много как я не сказал весь большая и маленькая реклама и второй большой продукт это ю чат ю чат это как skype примерно как skype примерно только это все на мобильном телефоне да что будет удобно не будете вы видеть так сказать одну там один большой зад например а будет хорошо видно лицо человека будет можно будет хорошо запустить видео можно будет сделать звуковую как как передать информацию текстовую там видео и так далее да и устные смс то есть вот эти вот ближайшие продукты и ближайшее время мы с вами вам с ними работать очень серьезно да вот как бы вот уже первая страница она заглавлена и вы видите там есть такая вот вверху стрелочки до стрелочки и конечно что эти продукты не будут не будут перемещаться там вращаться сделано это в очень удобном виде да очень удобном виде красиво и ведь это совершенно уже как бы новый подход совершенно новый то есть у нас как говорится и и и раньше неплохо было да все но сегодня это все будет совершенно на другом уровне да потому что компания поставила перед собой очень грандиозные цели грандиозные цели грандиозные цели я считаю что то что объявил стихуна в рано что мы должны быть первые по рекламе да именно по рекламе то что так она и будет а даже если мы будем сотые я себе просто прикидываю да для себя даже если мы будем на сотом месте то нас с вами это вполне устроит вполне но задачи грандиозные не исключено что мы будем на первом месте по рекламе не исключено потому что сегодня программисты я буквально на этой деле разговаривал с офисом программисты работают по 12 часов в сутки да все по 12 часов то есть задачи которые перед ними стоят значит очень серьезный идет подход и второй момент создан новый отдел по маркетингу до совершенно новый отдел по маркетингу и и набираются люди специалисты по маркетингу то есть компания к широкомасштабным широкомасштабным и конечно мы должны с вами держать ухо востро потому что я всегда говорю одну и ту же фразу говорю какая разница если кто-то где-то преуспевает где мы там да где мы там каким боком нас это коснется потому что тот кто не успевает тот опаздывает и многие люди они как думают что вот время так с каких будет ждать никто никого не ждет в этом бизнесе вы знаете все идет вперед и компания готовит целый ряд материалов обучающих сегодня причем буквально скоро выйдут три видео обучающих один из видео будет в виде мультипликации то есть будет очень подробно понятно и доступно это что означает это значит что пойдет толпа пойдет толпа людей и плохо будет если кто-то из нас которые были знали получали информацию раньше других окажутся позади и потом буду только говорить вот мы знали об этом раньше знали но молчали да никому не говорили потому в чем суть компания access первое нужно всем говорить у нас уже сегодня есть неплохо но такое будет и стив реннер основатель компании который все назад много лет назад задумал задумал осуществил внедрил и самое главное самое главное прошли все нужные проверки да то есть нас ничего сегодня и никто не остановит потому что первое мы правы второе реклама в интернете нужно нужно дальше и чем дальше тем больше нужно будет реклама да и третье что у нас реальная система стимулирования и продвижения вперед продуктов и конечно я вам скажу что в интернете сегодня очень много всего очень много всего то есть интернет конечно развивается очень бурными темпами но 90 процентов из того что сегодня не предлагается 95 процентов проигрывает почему потому что все весь интернет сегодня практически 95 процентов оно рассчитано на человеческую жадность То есть те, кто организовывал эти бизнесы, они понимают, что люди жадные в большинстве своем, да, и жадные люди, они как бы хотят, чтобы все было просто и много, да, и поэтому им предлагают очень бенты, им говорят, вот ты заходишь в бизнес и получаешь там 500 процентов, 300 процентов. Представляете, это огромные цифры, огромные цифры. Ну вы же сами понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да, в мышеловке. И люди в основном, они не разобравшись, да, видят что-то легко и большие проценты, и после этого идет сильное разочарование. Я вам скажу только вот, недавно порядка четырех крупных компаний закрылось, захлопнули двери, да, после там года работы где-то, полгода работы. Сохлопнули свои двери, и люди потеряли огромные средства, огромные. Вы даже не можете представить, потому что, это же везде, потому что написано на заборе, да, и начинают одалживать, да. Хорошо, когда человек потратит деньги свои, да, но многие тратят не свои деньги, а еще некоторые, так сказать, банки вообще берут, да, а некоторые идут обращаются вообще там в криминальные структуры, одалживают, да, а потом уже нужно отдавать, и потом начинаются, конечно, трагедии, трагедии, но без этого не обойтись. Как сказал один из наших лидеров несколько месяцев назад, он Сергей Ралин сказал, он сказал очень хорошую фразу, он говорит, что, к сожалению, люди должны пройти 200 бизнесов, прежде чем попасть в наш. К сожалению, это так, потому что мы нигде не кричим, мы никого за воротники не трясем, мы просто, простыми словами, мы просто работаем и говорим, что, ребята, давайте жить дружно, приходите к нам, разбирайтесь, у нас, конечно, это не так быстро, да, то есть 500, там, миллион процентов никому не говорит, не обещает, да, на халяву, нету такого, больше того, мы говорим, что, если хочешь на халяву, вообще к нам не иди, то есть я почти на каждом занятии говорю, кто хочет халявы, не нужно сюда идти, потому что я вам скажу, что я уже много лет занимаюсь различными бизнесами, много лет, никто, никогда, никому на халяву ничего не дал, просто так, ни в одном бизнесе, ни в одной стройке, нигде, что вы придете и скажете, вот я вот такой хороший и дайте мне, нету такого, к сожалению, нету такого пока. Хотел Карл Марксов и Энгельс с Лениным что-то подобное сделать, они сказали, что мы вам отдаем всю землю, отдаем вам все заводы, я даю вам все фабрики и мы видим, чем это кончилось. На самом деле никто никому ничего не дал, хотя говорили, это же ваше, работайте, это же ваше. Почему? Потому что так человек устроен, психика его так устроена, не может человек на халяву что-то получать. Человек всегда за все должен платить. Лучше платить своим трудом и своей, так сказать, видимостью вперед, да, но по-другому не получается, не получается. Если кто-то где-то кому-то обещает, что вот ты придешь и тебе там где-то что-то как-то, значит, обязательно эта штука должна где-то лопать. Обязательно. И обязательно это будет за счет кого-то. У нас же эта система, которая построена, кто выигрывает, за счет чего это? За счет того, что людям нужна реклама, за счет того, что люди пользуются интернетными продуктами по-любому. Более того, у нас система построена таким образом, что у нас еще доплачивают за то, что мы пользуемся продуктами. Да, это небольшие деньги. За то, что мы пользуемся нашим поисковиком, это небольшие деньги, реворды. За то, что мы будем пользоваться чатами, это небольшие. Компания подсчитала, что мы можем заплатить людям небольшие деньги за то, чтобы они попробовали, посмотрели, что это работает, что деньги выводятся, что это не обман, да. И когда человек в этом убедится, он начинает заниматься. Более того, у нас вся система построена на главном поисковике. То есть поисковик, для новеньких объясняю, откуда вообще доход, откуда все получается. Потому что многие не понимают, откуда доход. А дело в том, что сегодня люди на рекламу тратят полтора триллиона долларов в мире. Именно на рекламу через интернет. Люди уходят от телевизора. Вы знаете, даже я сам для себя, допустим, начинаю решать, что я должен перестать смотреть телевизор вообще. Вот я для себя вот такое вот решение. Прихожу к этому. То есть мне давно об этом говорили, что телевизор убивает все время. Потому что ты к нему вроде как бы чуть-чуть прикоснулся, чуть сел возле телевизора, смотришь, там, время пролетело. Передачи интересные. Но пользы от них никакой, кроме вреда. Новости забивают всякой вредной информацией голову, да, и другие всякие вещи. Когда у нас в мире всего столько полезного можно делать у того же компьютера, да, если уже сидеть, не гулять на улице, то у компьютера. И многие люди начинают это сегодня понимать, что газеты ничего хорошего не пишут, да, и газеты, они не способны отобразить ту рекламу, о которой сегодня идет речь. Потому что каждый хочет давать рекламу. Представьте себе, сколько людей в мире, все хотят давать рекламу. Я рассказывал недавно, как я взял газету и посмотрел, сколько там объявлений. Миллионы объявлений маленьким-маленьким шрифтом. Причем важные люди дают объявления. Человек хочет продать дом за миллион долларов. И дает маленькое объявление в какой-то толстенной газете. И представьте себе, если тот покупатель, который хочет купить этот дом, допустим, потенциальный, ему нужно найти ту газету, да, за то число. Ему нужно открыть на той странице, которой дается это объявление. И не просто на той странице, там на этой странице миллион объявлений. Нужно в ту колонку посмотреть. Это просто невозможно. Вероятность, ну, ноль. Я вот подумал, как же эти люди платят деньги, чтобы дать это объявление. Но никакой, так сказать, вероятности, что тот, кому это нужно, читает. Поэтому интернет – это спасение от всего этого. Я думаю, что еще небольшой промежуток времени пройдет. И большая толпа людей это начнут понимать. И сегодня Стив Реннер к этому готовится. Потому что в компании сегодня есть специальный человек, который занимается тем, что думает о том, что людям понадобится через полгода, через год, через два. Не то, что им нужно сегодня, что очевидно, а то, что понадобится через какое-то время. И без этого сегодня нельзя. Если сегодня на это не тратить деньги, то в конечном итоге будущее будет очень туманным. Как, например, у нас есть сейчас магазинов, книжных магазинов. Ну, просто, ну, я всегда там покупал книги. Всегда. Эта сеть была в любом городе, в любом штате. Везде были эти магазины. А была другая сеть, которая маленькая сеть, малюсенькая сеть, которую там мало кто пользовался. Но та маленькая сеть, она начала применять интернет. Она все переводила в интернет. Вся реклама в интернете, продажа через интернет, все через интернет. А эти себя считали крутыми. В результате эти сегодня уже почти закрылись. Я думаю, что, может, уже закрылись. Огромная сеть, магазинная. Они процветают, они увеличили свои объемы, доходы, я думаю, что в сотни, может быть, в тысячи раз. Почему? Потому что, если сегодня, я просто прямо так утверждаю, любой бизнес, любой, который не учитывает рекламу через интернет, в будущем или в ближайшее время, этот бизнес будет обречен. Сто процентов. Точка. Если кто это не понимает, или кто, так сказать, не понимает, Компания Аксесс Маркетинг, она предлагает рекламу четырех типов рекламы. Четыре типа рекламы. Это реклама сайта, это баннерная реклама и это мобильная реклама. Причем, мобильная реклама, Стив Реннер просто красной нитью проходит через все его занятия и тренинги. Он говорит, что мобильная реклама, это будет главная наша реклама. Но перед мобильной, конечно, если идет компьютерная реклама, то есть, если уже можно давать рекламу на мобильном, то, конечно, она будет и на компьютере однозначно. Но, если есть на компьютере, это неоднозначно, что те же программы будут работать на мобильном. Поэтому в будущее наше направление, то есть, это мобильное направление. Все на мобильные телефоны. И, начиная с Ючата, с Ючата, с Ючатом мы с вами будем, мы должны были познакомиться с ним в апреле месяце. Он готов, но программисты не готовы окончательное, как говорится, тестирование. И еще на месяц продлевается. Некоторые почему-то их это беспокоит. Я говорю, ну и что, ну какая разница. Так всегда любое дело новое. Я вам скажу, я работал строителем с 1974 года. Я вам скажу откровенно, никогда, ни разу, ни один объект не был сдан в Олуми. Ни в одной стране. Да, ни в одной стране. Я получил опыт работы минимум в шести странах. Да, в шести странах. Ни в одной стране. Даже на самом высоком уровне. Даже объекты самого высочайшего, как говорится, класса. Никогда. Даже если они сданы были на бумаге, уже, как говорится, все сдано. Все отпраздновали, все получили деньги. Но еще его доводили. Минимум там полгода и года. Я вам скажу, что даже однажды работал на бетонном заводе. Да, это как раз сразу после института. Я работал на бетонном заводе. Причем, я когда закончил институт, меня направили на старый бетонный завод. И буквально через две недели они переехали на новый бетонный завод. И должен вам сказать, работали мы там восемь месяцев на новом бетонном заводе. Не хочу называть город. Но должен вам сказать, что ни одной продукции бетонный завод не дал. Вот когда я работал там восемь месяцев. Я уволился. И так он продукции не дал. Все ходили на работу. Мы все ходили. Все получали зарплату. То единого. Полный штаб был укомплектован. От директора до уборщицы. И оборудование стояло новенькое. Как иголочка. И ничто не работало. Ничто не работало. К сожалению. К сожалению так практически всегда. Даже вот сейчас. Смотрите. Недавно я знаю. Сдался огромный дом. Как бы сдался. То есть даже уже там люди живут. Но дом еще не сдан. Не сдан. Еще минимум полгода он не сдан. Никто не знает, когда будет сдан комиссия. Так все устроено. Люди хотят. Люди предполагают. Но жизнь всегда диктует свои, так сказать, нюансы. Поэтому. Ю-чат наш будет в конце мая. В конце мая. Значит. Хорошо. Это или неплохо. Это то, что есть. И это нормально. И это нормально. И если некоторые кто-то по этому поводу у них какие-то комплексы. Я могу им только посочувствовать. Жизнь нужно принимать такой, какой она есть. В противном случае. Ваша идеализация будет разбита. И вы будете разочарованы. Разочарованы. Но все, что не происходит в жизни. Всегда все правильно и нормально. Поэтому мы нормально работаем. Деньги мы зарабатываем. Нормально у нас прекрасные старые продукты. Сегодня. Сегодня. Имея ту основу и на тот уровень, который мы сегодня вышли. На тот уровень. Сегодня. Многие люди. Многие. Могут построить свое законное финансовое благополучие. Законно. Что мы и делаем без этих вопросов. Знаете, как это говорит? Что мы и делаем без этих хлопот. И многие люди сегодня в нашей компании строят свое финансовое будущее. Я вам даже скажу больше по секрету. Что сегодня его делать легче, чем когда будет все. Некоторые говорят, вот я подожду, пока у нас все будет. Будет у нас реклама. Будет у нас хорошее видео. У нас будет серьезная информация в интернете поставлена. Такая уже красивая. То есть будет информация, где будет очевидно, но абсолютно каждому. Так вот я вам скажу, что деньги большие делаются тогда, когда всем еще не очевидно. А вы, так сказать, уже это поняли. Поэтому каждый, конечно, выбирает свое в жизни. То, что он считает нужным. Но кто хочет, всего нет. Но зато реклама, как вы уже обратили внимание, кто уже пользуется новой рекламой, что она на целый порядок лучше, чем она была раньше. Она более, так сказать, доводится ближе до центра города. То есть более конкретная эта реклама. Она более точная. В смысле, что вы можете ее приблизить, скажем, если вы раньше выдавали, скажем, по России, к примеру, или по Канаде, или по другой стране. То сегодня мы можем довести до конкретного города. И не просто до конкретного города. А радиус от центра города этого города. То есть как можно все идет ближе, ближе, ближе к людям. Чтобы она была более удобна и более эффективна, так сказать, с этим сделана. Сегодня подобраны специальные ключевые слова, которые мы должны были всегда ставить их сами. Сегодня их можно фактически получить автоматически. По нашей теме, по разным ключевым поискам. Сегодня у нас вышел продукт Webcast, который для пользователей, для непосредственных пользователей, он будет попозже, для продажи. Он будет попозже. Я думаю, что он будет на второе полугодие, он перенесет, да, этот продукт. Но что он не самый главный, да, этот продукт, он главный для продвижения. И как раз это во втором полугодии он будет доступен для розничной продажи. Да, для розничной продажи должен сказать, что хороший продукт, да, я им уже пользуюсь несколько месяцев. И должен вам сказать, что практически нету никаких осечек у этого продукта. Но он еще требует доработки, да, он еще требует доработки. Над ним еще работает, потому что Стив Фрэлло сказал, что мы будем выпускать сегодня продукты. Лучше мы их немножко, так сказать, проверим больше и что-то доработаем. Но чтобы он уже работал как часы, да, чтобы нам не было никаких замечаний со стороны клиентов. И я думаю, это правильно. Лучше позже в этом случае, но качество. Потому что все-таки это компьютеры, это много всего играет. Вы знаете, что там где-то одна не там, одна где-то стоит какая-то, так сказать, буква или точка, или что. И уже там начинает он глюкать там и все что угодно. Поэтому идет доработка. Поэтому сегодня программисты работают по 12 часов, начиная с февраля месяца, с месяца. Эти люди работают по 12 часов. Вы же понимаете, что больше чем 12 часов заставлять людей работать нельзя, потому что уже это люди, да, это не роботы, это не машины. У нас мы этот вебкаст, вебкаст про, так называется этот продукт, во втором полугодии мы будем его использовать для широкомасштабного продвижения. Но для лидеров, да, я, так сказать, напомню, что для лидеров мы сегодня эти продукты дали бесплатно. Бесплатно, чтобы люди пользовались. И я в том числе, и многие наши лидеры, люди, которые сегодня читают лекции, которые работают. И если кто-то, так сказать, надумает становиться лидером и захочет читать лекции, мы этому человеку всегда поможем. Поможем. И для продвижения нашего продукта, нашего бизнеса мы этим людям дадим сегодня вебкасты бесплатно. Бесплатно, потому что, чтобы продвигать наши продукты. Но для того, чтобы продвигать чужие, другие продукты, это будет платно за деньги чуть позже. И чуть-чуть позже. Мы скоро увидим новый сайт билдер, да, он уже готов, им уже, так сказать, пользуются, работают. Но для массового использования он будет дан в этом полугодии. И я думаю, что это будет тоже... Я даже цифры не хочу называть, потому что я знаю примерно, когда будут цифры. Но не хочу называть цифры раньше того, что это назовут их руководством нашей компании. Аксесс-локал. Аксесс-локал. Я думаю, что это будет один из самых хороших продуктов, который будут брать практически все бизнесы. Я думаю, что мы этот продукт будем предлагать очень большому количеству людей. Тут есть и дешевые версии, есть и бесплатные версии, есть и платные, и подороже, и еще подороже, да, профессиональные версии. Ну, представьте себе, что там бизнесу, любому бизнесу, скажем, какой-то там пицце, да, если заплатить какие-то деньги, за то, чтобы ее было видно в поиске в интернете, в том районе, где они находятся. Ну, понятно, что любой захочет это сделать. Любой бизнес не откажется, потому что сегодня бизнесы просто берут рекламу, которая вообще никогда батывает. Понятно, что на этом всем можно делать серьезный доход, да, но я вам скажу откровенно, я вам скажу откровенно, лично я, лично я ставлю другую себе программу, да, не просто ходить продавать листинг, да, не просто ходить продавать продукты, а я ставлю, допустим, задачу более масштабную. Почему? Да потому что просто продавать продукты отдельным человеком, да, ну, как бы вы много не работали, да, как бы вы много не работали, все равно в сутках 24 часа. Все равно в сутках 24 часа. Вы знаете, я знаю много людей, которые хотят заработать хорошие деньги, да, и это ничего плохого тут нету, причем Стив Реннер говорит, что у нас нету никаких ограничений, никаких. Вы знаете, некоторые слышат вот эту фразу, вот я сейчас ее произнес, у нас нет никаких ограничений. На некоторых эта фраза действует, а некоторым как, ну, никак. Вы знаете, и я знаю людей, на которых эта фраза, одна эта фраза так подействовала. Вы знаете, представьте себе, когда вам говорят, что вы, не имея никакой работы, не имея, так сказать, ничего. Можете начать здесь с нуля и зарабатывать неограниченно. Для некоторых это звучит, как никогда в это не поверят. Никогда не поверят. Потому что все-таки каждый человек, он склонен к чему-то верить или к чему-то не верить. Но некоторые, я вам скажу, я знаю несколько людей, вот у меня сосед есть, сосед, просто сосед. И несколько лет назад он поверил, что да, можно заработать неограниченно. В тот момент, когда его жена, когда он попробовал первые полгода, у него ничего не получилось. Его жена ему говорит, все, хватит, иди на стройку. Твою дело кирпичи таскать, а не там сидеть за компьютером и думать. Но у него хватило ума не бросить, да, не бросить. И сегодня этот человек, спустя полтора года, он зарабатывает такие серьезные деньги. Но я вам скажу, что просто скажу вам скромно, что это больше миллиона долларов в год. И что самое интересное, что жена его больше никуда не гонит. Да, вот интересно. И наоборот, она его зауважала очень сильно, что он не бросил, не послушал ее. И этот человек сегодня ставит такие планы грандиозные. Ну да, он работает, он не сидит на месте, он работает. И каждый раз, когда я с ним встречаюсь, у нас, конечно, не принято показывать свои, так сказать, доходы, но то, что он показывает, я вам скажу, что ну, я не думаю, что кто-то будет равнодушен к таким цифрам. Это просто доказывает человек, который в какой-то момент принял решение для себя. Вы знаете, вот меня вот буквально несколько дней назад человек один говорит, ну, что нужно делать? Я говорю, прежде всего, прежде всего, нужно принять ответственность на себя, что я ответственен за свою жизнь. Это, кстати, в любой точке, в любой сфере жизнедеятельности. До тех пор, пока человек на себя не возьмет ответственность, пока человек перекладывает ответственность на других людей, у него никогда ничего не получится. Потому что эти люди, они держат эту всю чужую ответственность, как объяснение для себя. Вот у меня не получилось, потому что там тот-то и тот. Вот я не могу, потому что тот-то и тот. Или люди даже болеют для того, чтобы у них не получилось. Да, вот такая вот такая вот фраза. Болеют иногда, да, вот у меня же там то-то болит, как я могу? Все, не могу. И болезнь всегда это, я говорю, если ты чем-то болеешь, говорю, подумай, какую выгоду тебе дает эта болезнь. Потому что любое дает объяснение. Но когда человек берет на себя ответственность, что все, я ответственный за свою жизнь, я и никто другой, ни брат, ни сват, ни жена, ни дети, ни начальник, ни президент, никто, я строю свою жизнь. Все у него, все начинает меняться. Первое, ответственность. Все, я беру на себя. Человек садится, продумывает, что ему нужно делать. Если ему нравится та тема, которую он занимает, у него обязательно все получается. Обязательно. А, имея еще при этом правильный бизнес, в правильной индустрии, да, то, что людям нужно, и человек при этом в это все поверил, да, потому что все в нашей вере, да, как говорит, в религии, любая говорит, по вере тебе твоей воздастся, да, когда человек посмотрит, что он может приблизить себя к тому, во что он верит, вы смотрите, можно слова ключевые 10 штук придумать, фотографии сделать на тему, галерею создать на тему, видео создать, телефоны, показать людям свои телефоны, имейлы, описание сайта, карту, где человек легко нажал на кнопку сразу, появится, появится у него картинка вашего бизнеса, привлекать людей купонами, делами, различными листингами и социальными сетями, разве эти люди не преуспеют на 100%, 100% гарантия, 100% гарантия, если человек будет делать вот так, что уже продумано, годами продумано другими людьми, access local, это часть local classified, бесплатный classified, для всех, люди могут пользоваться, делать рекламы, продавать, там, что у них есть, или покупать по хорошим ценам, на сайте по ивентам, множество, множество продуктов, да, причем, как я уже сказал, за некоторые продукты просто платят деньги, ну, представьте себе, когда он предлагает поиграть в игру, за которую вы будете там зарабатывать, тут я сразу могу сказать, вы не можете заработать миллионы, вы не можете заработать огромные деньги, но небольшие деньги, это все-таки не бесплатно, еще некоторые сами платят за то, что играют, тут небольшие деньги, но вы можете проверить, что это работает, вы можете проверить, что это можно вывести и получить, и самое интересное заключается в том, что при этом компания зарабатывает, почему, потому что все эти игры, все эти продукты, они все стоят на одной платформе, на платформе поисковой системы Аксесс, и представьте себе, когда кто-либо пользуется какими-то продуктами, да, а некоторым продуктам люди, человек, люди пользуются не просто бесплатно, а им за это доплачивают, тем не менее, компания все равно зарабатывает, причем система построена таким образом, что зарабатывает не только компания, не только компания, но и зарабатывают другие люди, которые работают в этой компании, то есть мы. Я вам скажу, вы можете спросить сегодня любого, кто находится в нашей компании, да, причем не важно, какие деньги человек зарабатывает, маленькие или большие, главное, что на протяжении последних, там, с 2010 года, да, с 2010 года, ежедневно, да, некоторые спрашивают, а тебе деньги, ты можешь получить то, что ты заработал? Я говорю, не просто получить, а ежедневно, да, более того, можете, вы получаете ежедневно не одну транзакцию, у нас система такая, что у некоторых есть по 10 тысяч транзакций в день, заработка, можете себе представить, 10 тысяч, по сколько, а какая разница по сколько, даже по центу, если 10 тысяч раз по одному центу, да, это хорошее деньги, а там бывает и не по центу, а и по доллару, и по 10, и по 20, и по 100, и по 200, да, то есть, у каждого, как говорится, каждый строит свой бизнес, и мы не заглядываем, так сказать, к людям, да, каждый свое зарабатывает, его получает, но, это работает, разве нельзя на этом построить свое будущее, разве нельзя построить бизнес, ответ можно, и многие это делают, а у многих это сегодня, эта возможность дана еще лучше, да, еще лучше, почему, да, потому что продукты становятся лучше, информация лучше, все работает стабильней, да, и информация передается, конечно, это не халява, да, конечно, нужно работать, да, это работать, а что делать, главной работой в этом бизнесе, то есть, на мой взгляд, когда тут много видов деятельности, нельзя просто сказать однозначно, вот делай вот это, и ты, так сказать, и у тебя все получится, вы можете сами придумать свой метод работать, самое главное, понять, зачем это нужно, когда человек понимает, зачем ему это нужно, и что он ответственен, как работать, дальше вопрос у него не стоит, поверьте мне, что это именно так работает, конечно, можно копировать других людей, но у каждого свой почерк, у каждого свое будет какое-то любимое направление, и у каждого займет какую-то свою нишу, что ему понравится, поскольку тут много видов заработка, но, скажем, один из самых быстрых источников дохода, я его сейчас озвучу, я его озвучу, но прежде чем я его озвучу, я все-таки хочу показать еще офис, который находится в Силиконовой долине, это наш технологический офис, и это офис, в котором работают наши программисты, и должен сказать, что офис тоже, он новый, он у нас где-то с декабря месяца, и я вам скажу, это тоже наше лицо, это тоже наше лицо, потому что встречают-то все-таки, по лицу, по одежке, дальше уже, так сказать, информация. Все у нас разработано, по отдельным направлениям, то, что вы видите, вот каждый квадратик, это как целая отдельная компания, причем есть люди, которые закреплены за этими направлениями, и целые направления, это целые огромные глыбы, да, каждая из них в отдельности. Я вот только скажу, скажем, ВКеш Пеймент, да, то есть система выплат, это, это как целый огромный банк, да, даже наш президент говорит, что у нас иногда транзакции больше, чем в огромном банке, ежедневных финансовых транзакций, поэтому, можете себе представить, что кто-то за нас создал предложение, кто-то за нас, и мы в этом предложении участвуем. Более того, вообще такая смешная информация, более того, любой из нас может стать собственником этой компании. Тут совсем, так сказать, у некоторых непонятки в глаза появляются, как там можно стать собственником. Очень просто. Система стимулирования настолько сильная, да, где президент компании создал ситуацию, при которой люди могут становиться собственниками. Выпущен, выпущен миллиард будет акций, да, миллиард акций, и компания сегодня готовится выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу, но что самое интересное, что еще до выхода на Нью-Йоркскую фондовую биржу, несмотря на то, что акции продавать мы не можем, да, то есть мы не можем еще продавать акции, которых еще нет, но компания создала клуб учредителей компании, и мы можем попасть сегодня в состав клуба учредителей, да, зарабатывать деньги в клубе учредителей, и эти деньги использовать для покупки акций, когда эти акции выйдут для продажи. Причем за эти акционерные деньги мы сможем купить акции больше, чем просто люди со стороны придут просто с наличными деньгами. Хотя я понимаю, не каждому это понятно, что я сейчас сказал, да, но если перевести на русский язык, то практически человек, имея свои шеры, да, имея деньги в клубе учредителей, он фактически эти деньги впоследствии сработают на то, что он получит на эту сумму маленький кусочек той компании, в которой он работает, то есть аксесс. И, как я уже сказал, мобильное направление, это самое сильное направление, которому компания будет уделять самое такое сильное истальное внимание. И понятно, что все, о чем я говорил, да, ну, множество продуктов, они выходят в разные периоды, да, то есть план был составлен еще год назад, да, больше, чем год назад, ведь распланирован первый, второй квартал 14-го и третий, четвертый 14-го. Конечно же, будут смещения, да, конечно же, будут смещения. То есть это, как бы, директивный график, ну, не исключено, что там на месяц, на два, на три будут какие-то смещения. Какая нам разница? Нам главное, что это будет, да, главное, что это будет, и главное, что многое уже есть, и, конечно, на этом всем можно построить финансовое благополучие, да. Новая наша система, да, она называется новая, прогрессивная, динамическая, инновационная бизнес-модель. Вот как она, значит, сложно называется, нравится, и многим такое название очень нравится, хотя, если по-простому, я бы просто сказал, что сегодня можно сделать здесь серьезные деньги просто на рекомендациях, потому что мы строим, мы строим бизнес, в котором, ну, скажем так, главный продукт – это реклама, и вы понимаете, что реклама без людей, она ничто. То есть, если не будет людей, которые будут давать рекламу, как мы можем заработать на рекламе, если никто не будет давать рекламу? Никто не будет знать, как ее помочь другому сделать, как ее составить, как ее подать, как ее, чтобы она была, и вложились в деньги, которые человек имеет возможность заплатить. Почему? Потому что сегодня, фактически, рекламу в интернете могут сделать только состоятельные люди. но компания «Аксесс-маркетинг», послушайте внимательно, она предназначена в основном для малого и среднего бизнеса. Конечно же, раз она годится для малого и среднего, она хороша и для крупного. Но для малого и среднего. Почему? Да потому что малый и средний бизнес, они не могут тратить значительные средства на то, чтобы продвигать себя в интернете. Они не имеют такой возможности, потому что бизнес маленький, потому что нет таких доходов, а когда люди начинают, у них совсем нет доходов, чтобы делать рекламу. И поэтому у них потом вообще ничего не получается, потому что нет рекламы. Идет замкнутый круг. Сегодня же рекламу могут дать любые бизнесы, которые и с большими деньгами, и с маленькими деньгами, и которые вообще без денег. Представьте себе, что сегодня, если бизнес не имеет возможности давать рекламы, у нас это он может купить дешево, а при желании может совершенно бесплатно. Ну, конечно, нужно что-то сделать. Но они готовы делать что-то, но лишь бы, особенно в начальном период бизнеса, не тратить средства на рекламу. Представьте себе, что если вы голодный, пошли купили себе колбасу на последние деньги, а вам говорят, ты можешь деньги за колбасу в течение какого-то там периода времени вернуть 100%, но делая что-то, скажем, для рекламы на этой колбасы. Вы же будете делать. То же самое здесь. Очень большие возможности. И я думаю, что это то, что позволит огромному числу людей, огромному числу людей пользоваться и делать эту рекламу. Особенно после выхода Ючата. Вот я не знаю, вот у меня почему-то, вот у меня такое вот чувство, что Ючат, с помощью Ючата у нас просто взорвем интернет. Просто взорвем. Взорвем. Потому что Ючат, это настолько просто, это настолько понятно каждому. Ну и самое главное, бесплатно. А для нас при этом не бесплатно, мы при этом серьезно зарабатываем. Представьте себе, вы даете людям пользоваться чатом бесплатно, разговаривать по телефону фактически. То есть вы со своего мобильного телефона можете любому человеку в любую страну мира позвонить и разговаривать бесплатно. Можете послать, вы можете тут же записать видео какое-то с этого же видео, с этого селфона своего. И тут же послать любое видео. Вы можете послать устную информацию, текстовую информацию, письменную, какую хотите. И представьте себе, вам это бесплатно, компания при этом зарабатывает. А представьте себе, что 10 тысяч человек, 10 миллионов человек, 20 миллионов человек пользуются. Стефану говорит, что придет время, будут пользоваться ючатом 50 миллионов человек. Представьте себе, что этим людям просто какая-то рекламка запущена с каким-то маленьким продуктом. Вы себе не представляете, какие результаты могут быть. И представьте себе, что вы имеете маленький кусочек этой компании. Когда-то приобрели, в 2014 году, когда-то, случайно, в 2014 году приобрели. А в 2020 считаете, что это была лучшая покупка в вашей жизни. Вы знаете, я не перестаю вспоминать случаи, когда, по-моему, Facebook, значит, там, своему другу, когда-то, они сучили акции. То есть, там, он говорит, мне деньги нужны. Он говорит, да нет денег, вот возьми акции. Буду тебе пока. Так, деньги же хочу. Говорит, да ну нет денег, возьми акции. В общем, как-то ему там сучили эти акции. Он бедный, конечно, там расстроился, что вместо денег акции получил. Так вот, по-моему, за прошлый год вот этот кусочек этому другу принес 25 миллиардов долларов. Сучили ему, да? Я думаю, что он сейчас не переживает по этому поводу. Или, скажем, Apple. Вы знаете, что Apple выкупил, ну, там, целая история была со Стивом Джобсом, и, по-моему, он акции, выкупил акции компании у своего друга, с которым они вместе там открывали, работали. Apple была убыточной компанией, она не приносила никакого до дохода, и он, по-моему, выкупил, по-моему, за 800 долларов. Как вы думаете, тот друг сегодня, как вспоминает эту свою сделку, что он за 800 долларов продал половину Apple, или это сколько там. поэтому никто не знает будущее, никто. Но, всегда нужно почувствовать момент, да, и вот этот момент компании, в аксесс-маркетинг, он сегодня, я думаю, он есть этот момент. Его нужно понять и прочувствовать. Здесь есть четыре вида доходов. Это ритейл, это розничная продажа продуктов, да, и я уже сказал, что мы начнем продавать розничные продукты, новые продукты по розничным ценам, которые мы уже с вами знаем, эти цены мы уже знаем, все уже нам известно, и проценты знаем, и сколько мы заработаем, знаем. Мы только ждем отмашки, да, что вот все, ребята, на год вам, значит, оно подсоединено в нашем разделе купить продукт, как только появляется это розничная, розничный план, мы с этого момента начинаем зарабатывать, да, ну, чтобы это все включились, новые продукты, компания оттягивает еще, так сказать, на месяц приблизительно, вот, и я думаю, что это нормально, да, онлайн продажи, да, revenue sharing, revenue это прибыль ежедневная, представьте себе, в компании есть такой момент, когда новый человек пришел в компанию, что он сделал для компании, ничего, что он сделал, ничего не сделал, но на следующий день он делит общую прибыль компании, какая разница, сколько, не имеет значения, я говорю, что вы на это не можете делать ставку на прибыль в компании, к которой вы пришли, вы пришли в компанию, вы должны что-то сделать для этой прибыли, тогда вы будете иметь от собственного дохода, но, когда вам сразу, на следующий день дают какую-то часть, маленькую, да, я думаю, что это нормально, и даже эта маленькая часть, если вы больше ничего не делаете в компании, за какой-то там период, я не знаю, год, два, я не знаю, может, три года, по-любому вы получите эти деньги, то, что вы вложили в эту компанию, представьте себе, для человека, это как бы, ну, допустим, если я бы захожу, ну, хорошо, ну, ничего не смогу сделать, ну, ничего вообще не смогу сделать, ну, бывает, человек не должен рассчитывать, так сказать, только победу, нужно всегда рассчитывать и на вступление тоже, ну, в крайнем случае, реклама у меня останется, да, вот я вот как, я рассуждаю, реклама у меня будет, ну, не нужна мне реклама, ну, продам ее, ну, никто не купит, ну, сам найду, в конце концов, какой-то бизнес и буду рекламировать себя, да, деньги, что я потратил, я прибыль, все-таки же меня включают в общую прибыль, дают мне там, сто, десять процентов, айпоинтов, ну, и ладно, то есть при худшем развитии, да, при худшем развитии мне хорошо, а если события будут называться лучше, да, а если совсем хорошо, значит будет хорошо, и, конечно, annual profit sharing, это годовая прибыль компании, которая обратно делится между всеми категориями участников, всеми, и те, кто разрабатывает, и между сборщицей, и между теми, кто продвигает этот бизнес, то есть всем, все получат вот этот annual profit, но не всем гарантированно, и не всем одинаково, это нужно понимать, не всем одинаково, в зависимости от того, который вклад внес каждый человек. Понятно, что люди, которые занимаются, которые занимаются продвижением, главный показатель, при котором делится вот эта сумма, это PSV, да, что такое PSV, это личные покупки, личные, персональные, вы знаете, что если я в первом поколении пригласил там 100, 200 человек, это тоже мои персональные покупки, да, то, что вы приглашаете новеньких, это считается ваши личные тоже, поэтому, это могут быть очень большие цифры, очень большие цифры, следующий момент, есть конкретный, да, то есть, есть комиссионные, от персональной, от персональной продажи, да, то есть, скажем так, розничная продажа есть, и персональная, и командная, вам платят за любое, из этих действий, справедливо, я думаю, справедливо, хотя многие люди говорят, вот там, пирамида, там, или еще какими-то словами называют, я говорю, ты смотри, если же компания получила прибыль, благодаря тебе, что ты когда-то кого-то пригласил, разве это не справедливо, что тебе за это заплатят, вот ты подумай, ну просто, одень мозги, да, как этот говорит, его, говорит, посетила умная мысль, а теперь эта мысль ищет там мозги, я говорю, так пусть она найдет твои мозги, и ты подумай, допустим, если я кого-то пригласил, тот пригласил кого-то, но если бы не я, не было бы того, если бы вы не родили вашего сына, у вас бы не было внука, то, что ваш внук, там, стал чемпионом в хоккей, разве здесь нету вашей заслуги, разве это не справедливо, что внук с вами, вас, так сказать, будет благодарить, что вы, благодаря вам, родился такой внук, это справедливо, не надо комплексовать по этому поводу, некоторые там говорят, вот там пирамида, назови как угодно, пирамида, это вообще классное сооружение, да, пирамида Хеопса, какое красивое, так сказать, сооружение, надо не тормозить, надо просто искать мысль, да, и соображать правильно, поэтому компания благодарит любого, если вы прямо или косвенно, помогли создать прибыль, и на это можно сегодня сделать ставку, почему, потому что законно, легально, никакой финансовой пирамиды, речи нет, потому что финансовые пирамиды запрещены, нас проверили по этому поводу, и мы сегодня можем смело приглашать людей, смело строить трафик, потому что тех людей, которых мы приглашаем, называется трафиком это, не пирамидой, а трафиком, хотя трафик он идет в виде, как бы идет там один человек, потом там два, потом там четыре, если по два, потом это идет, называется иерархия, и не просто иерархия, там начинает работать геометрическая прогрессия, кто учился в школе, он знает, что это такое, что если на одну клеточку кладешь одно зернышко, на другое два, на третье четыре, дальше там восемь, там шестнадцать, потом тридцать два, и в результате амбара не хватило у царя, да, чтобы рассчитаться с этим человеком, амбара, а всего шестьдесят четыре клетки, поэтому, если человек сумеет создать такую систему, а сегодня у нас есть такие люди, которые способны это сделать, которые способны стать во главе этой иерархии, не пирамидой, я говорю, ты когда называешь слово пирамида, что ты имеешь ввиду, а он где-то там что-то услышал звон, я говорю, это иерархия, конечно, не всем поровну, если ты генерал, ты не зарабатываешь столько, сколько зарабатывает лейтенант, это нормально, потому что генерал, он приносит пользы, больше, чем лейтенант, всякое бывает, да, итак, 70 процентов компания отдает, 70 процентов, из них 35 в виде премий, да, то, что я, мы не можем на это особенно влиять, напрямую, но вот вторые 35 процентов, нужно рассчитывать на эти деньги, потому что премии придут автоматически, а вот первые 35 процентов, это обязательные выплаты, которые зарабатывает каждый человек от своей работы, вот на что нам нужно основное усилие направлять, у нас retail plan, мы можем получать там глубину очень глубоко, очень глубоко, я вам скажу, что если вы просто поднялись по иерархии, скажем там, от директора до платина, там платином идет, там даймонд, и мы только дошли до блю даймонда, а у нас до блю даймонда, который человек работает, он приходит быстро сегодня, очень быстро, а блю даймонд уже получает 6 генерированных блю даймондов в глубину по 12 поколений, я уже, это сумасшедшие цифры получается, 6 на 12, ну много, в глубину, я вам скажу, я вам 5 лет, вот уже так сказать, строю, и по-моему, дальше 30 поколения, оно не двигается, но это все равно огромное количество, огромное, вы понимаете, то есть, представьте себе, в 70 поколении, человек там что-то купил, что вы его знать не знаете, вы понимаете, 70 поколение, вы уже третье знать не будете, а то 70, и вам все равно заплатят, система такая, кто заплатит, компьютер начисленный, никто не сидит, никому не выбирает, что этому плачу, этому не плачу, компьютер, а с компьютером вы знаете, поспорить сложно, выполняется условие, он начисляет, не выполняет, будьте здоровы, ну, если вы, Black Diamond, я вам можете представить себе, у нас есть люди, которые делают Black Diamond до третьей степени, за один год, покажите мне еще такой бизнес, где вы имеете возможность это сделать законно, легально и официально, и не один человек, в прошлом году награждали 6 человек, 6 человек за один год, Black Diamond третьей степени, да, то есть, когда у вас в первом поколении один Black Diamond, то это первая степень, когда у вас два, это второй, и когда у вас три Black Diamond, это третий, к сожалению, это, эти люди не говорят по-русски, да, не говорят по-русски, но я надеюсь, что придет такое время, и русскоговорящие люди, я думаю, что придут такие люди, которые захотят, и не просто захотят, и смогут, да, то есть, просто хотеть, этого недостаточно, надо еще и суметь, некоторые могут, но не хотят, да, а некоторые хотят, но не могут, вот тут такое вот, чтобы и захотел, и сумел, я думаю, что такие люди придут, скорее всего, что они придут, когда уже, так сказать, у нас там все заиграет, засверкает, все будет блестящее и красивое, но, возможно, придут умные люди, которые это представят себе, да, просто представят. А что такое, скажем, Black Diamond или даже Blue Diamond хороший, это вот те цифры, которые вы видите. А почему, еще раз напоминаю, первое, потому что в правильной индустрии, надо выбрать индустрию, чтобы начать работать, можно лоб расшибить в том месте, где просто никогда не заработаешь, или попал в какую-то там действительно пирамиду, да, пирамиду нелегальную, вы только разогнались, только нагнали там тысячу человек, а она взялась и закрылась. Представьте себе ваше состояние, и сегодня многие люди в таком состоянии. Ну, представьте себе, какой авторитет у этих людей. Нагнали, и оно остановилось. Попробуйте в следующий раз что-то сказать еще этим людям. И то, что вы видите, это вот реальные цифры. Это не то, что я как бы придумал, это реальные официальные цифры. Причем, если бы, так сказать, показать совсем реальные цифры, то это было бы совсем неприлично, и многие вообще даже не поняли. Поэтому вот такие вот цифры стоят, которые видите, но это очень большие цифры. Один миллион в год, это очень большие цифры. Некоторые даже не смогут их ощутить, да? Ну, для этого, конечно, должно быть четкая цель поставлена. Я вам скажу однозначно, вы не можете такие цифры получать без конкретной цели. Сто процентов. То есть вы не можете построить дом, если у вас нет проекта этого дома. Вы не можете начинать строить, привезти доски, там, я не знаю, гвозди, материалы, и начинать строить дом, хотя вы не знаете, что вы будете строить. Это невозможно. Без проекта. Невозможно построить. Да, что-то маленькое, такую собачью буду можно построить без проекта, да? И, скажем, многие люди начинают бизнес, то есть нет никакого проекта, что-то они там строят чуть-чуть, там, где-то как-то. Но серьезного большого бизнеса без конкретного желания и конкретной цели построить нельзя. Кстати, я обещал вам дать, я в прошлый раз сказал о фильме, который я посмотрел, где, как сказать, люди ставили неправильные кривые цели, да? И что из этого получается? Некоторые расценивают этот фильм, как просто какая-то комедия. На самом деле это серьезный, я считаю, серьезный научный фильм. Фильм называется «Ослепленный желаниями». Я вам обещал его сегодня дать, и я вам его даю. И можете найти в интернете, посмотреть. Я думаю, что если подойти правильно к этому фильму, да, это серьезный обучающий фильм. И вот конкретные люди в прошлом году, в прошлом году, полгода назад, которые получили, выполнили Black Diamond третьей степени. И, кстати, мало ли, что они заработали, что им уже, так сказать, достаточно, да, и обеспечили себе, запустили механизмы серьезные, да, механизмы остаточного потребления. Это люди просто, остановившись, они будут продолжать получать. Но мне самое интересное, что эти люди не просто не останавливаются, им хочется еще больше, да. Я думаю, что в этом году будут просто потрясающие результаты, потому что за первый квартал этого года мы выполнили столько, сколько выполнили за весь прошлый год. Можете себе представить, как после конференции эти люди работают. И им еще по голове вот таким вот мерседесам каждому, да, просто вот, чтобы они, чтобы они совсем уже у них там пешком не ходили, да, домой. Но, надо четко понимать, что без цели, без конкретного осмысления, без веры в то, что вы можете это сделать, без веры в компанию, до тех пор, пока у человека сомнения. Почему я это все рассказываю? Чтобы разбить ваши сомнения, да, разбить пессимизм, который у каждого есть всегда, в любом деле. И наше пессимистическое сознание всегда нас будет тянуть назад. А почему? Да потому что мозг так устроен, что для мозга, не важно, сколько вы зарабатываете, для него главная безопасность ваша. А что для мозга безопасно? А для мозга безопасно, чтобы вы делали сегодня то, что делали вчера. И чтобы вы сегодня получали то, что получали вчера. Но вас-то это не устраивает, вот и получается. Вы хотите вроде бы, но первое, вы сами себе враг. То есть, ваш мозг говорит, да не надо тебе напрягаться, да вот делай что ты делал сюда, и не дергайся, да, и не выделяйся. И плюс, ваше окружение вам это повторяет. И, конечно, не каждый человек сможет вырваться из того окружения, в котором он находится. А вы помните закон Венара, да, главный закон Венара, что наша жизнь всегда равна нашему окружению, среднему арифметическому. Всегда. Что бы вы там ни делали, вы можете летать в облаках, все что угодно, но то, с кем вы общаетесь, то, с кем вы дружите, то, с кем вы разговариваете, то, кого вы слушаете, они диктуют вашу жизнь. И ваша жизнь равна жизни среднему арифметическому этих людей. Я бы сказал еще сильнее, что качество вашей жизни 100% равно качеству ваших мыслей. Для того, чтобы поменять вашу жизнь, надо начинать с мыслей. Хотя бы поставить под сомнение, что вы сейчас живете правильно. Поставить под сомнение, что вы заслуживаете большего. Взять на себя ответственности. Поставить, определить, где вы находитесь. Некоторые люди находятся в розовых очках. Они сидят в дерьме, а на самом деле, да нет, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, у нас там то, сё. Они боятся дать себе оценку. Как алкоголик, он же не может себя оценить, что он алкоголик или наркоман. Он не может, он боится себе дать оценку. Он говорит, это другие алкоголики, а я хороший. Вот они все, мое окружение, алкаши, а я вот такой вот хороший. Он не может дать себе оценку. Пока человек не даст оценку, где он находится, что он бедный, он должен точно оценить характеристику. Что он бедный и несчастный в данную секунду. И взять на себя ответственность, и он вырвется из этого состояния. Но если он надел себе розовые очки, ответственность на себя не берет. Ответственный дядя Вася или еще кто-то, или там президент, да, если лучше там, президент. Все, у меня все плохо, потому что вот президент. Все, можете, так сказать, поставить на себе точку. Компания имеет Love Foundation, компанию, которая делает пожертвования. В прошлом году мы перечислили сто с чем-то тысяч долларов на пострадавшим в землетрясении в Китае. Вот, и компания эта существует и работает. И самое, это equity sharing программа. Equity sharing программа, это то, что я сказал, в конце года компания делит. В этом году, неделю назад, мы все с вами получили, кто был квалифицирован, получили деньги за, по результатам работы за 2013 год. За 2014 год, кто будет квалифицирован, в конце года, в начале следующего года будет поделена другая сумма. И я вам скажу, вот тот, кто хочет, кто-то говорит от финансовой независимости, да, ничего не делая, вот тут этот пункт можно к этому отнести. Да, если вы будете иметь хорошее количество в клубе учредителей денег, и сможете приобрести себе хорошее количество акций, то я думаю, да, я думаю, я предполагаю, а я думаю, истинный факт будет гораздо выше, чем мы предполагаем, мы сможем с вами создать серьезное финансовое будущее, но немножко надо сначала поработать, поработать. Вот такая у меня на сегодняшний день для вас информация. Как я обещал, давайте пару вопросов, один буквально два вопроса, потому что мы уже сегодня с временем затянули. Просто я слушаю ваши вопросы в письменном виде, как один у нас говорил, пожалуйста, задавайте свои все вопросы в письменном виде, на 10-рублевой бумажке, когда-то говорили, если можно, в трех экземплярах. Ну, это шутка, конечно, это шутка, чтобы, я помню, когда-то такую шутку сказал, и кто-то мне позвонил, говорит, а как это ты за вопросы просишь денег? Я говорю, ну, это шутка, я говорю, шутка, пожалуйста, есть вопросы? Запись будет? Да, я записал эту лекцию, если вам захотите, напишите мне, я вам ее дам. Еще вопросы? Где то, что сказано, можно увидеть в официальном сайте и в официальной форме? У нас в компании есть правила и процедуры, плюс маркетинг-план официальный, он есть у нас, он был на всех языках, сейчас сайт переделывается, по-моему, только на английском, но все есть. Все, что я говорил, я ничего не придумал ни одного состава, маркетинг-план, продукты, все это есть, и план выпуска продуктов, все это есть в официальной версии. Плюс, кто был на ежегодной, кто приезжает на ежегодные конференции, кто у нас проводится всегда в ноябре, в конце года, там это все есть, да, план на целый год, на перспективы развития, отчетный доклад, знаете, как в лучшие времена. Все, все, все есть, причем присутствуют журналисты, адвокаты, президент, основатели компании и наш главный юрист Питер Волх, вы знаете, что это человек-победитель, я его называю, он, если он берется за дело, всегда выигрывает. Сегодня Питер Волх, он работает юрист-консультом в компании Аксесс Маркетинг, он не пошел никому, для меня это вообще сигнал серьезный, что если такой человек, такого класса, сегодня работает с компанией Аксесс Маркетинг, мы должны с вами ждать очень хороших изменений. Наш человек, он практически, те компании, которые выиграли у правительства за последние там 40-50 лет, вел практически Питер Волх, да, он вел эти компании, но работает он только с нами, только с нами. Вопрос такой, извините, я пропустила, что нужно конкретно делать в этой компании, чтобы заработать и сколько составляет первоначальная инвестиция? Сразу отвечать, ни о какой инвестиции вообще речи не идет. Мы не инвестиционная компания. Другое дело, что выгодно купить продукт себе и сразу иметь какой-то статус, да, чем купить маленький продукт, иметь маленький статус и за то же самое, что вы будете делать, иметь маленькие проценты. Почему выгодно это сделать? Каждый, так сказать, делает сам, что он считает нужным. Но ни о какой инвестиции речи не идет, а что нужно делать конкретно? Ну, вы знаете, что нужно делать в рекламной компании? Продавать. Продавать. Слово одно, продавать. Но! Я вам сейчас скажу, например, просто покажу вам на раз-два-три, на раз-два-три, как в компании конкретно заработать очень большие деньги. Первое, что у нас законный продукт, все легально, законно и официально. То, что мы строим трафик, это трафик, который стоит денег. Вы построили трафик из себя, это трафик, который дает доход компании. Вы построили трафик из тысячи человек. Это трафик стоит денег. Конкретно трафик стоит денег. Потому что он дает конкретную прибыль. И я вам скажу, допустим, вот как я сделал. Я сделал просто. Я зашел сам. Я когда послушал первую презентацию, лично я ничего не понял. Я вам скажу откровенно. Ну, ничего не понял. Понял только одно, что этот человек зарабатывает деньги. Я у него спросил один вопрос. Я говорю, это что? Для меня тогда, это был 2009 год, август месяц, я тогда не понимал, что деньги можно зарабатывать по-другому, чем как на стройке. Я не понимал, что он может сидеть дома и через компьютер зарабатывать деньги. Просто не понимал. Я у него спросил, что это деньги? Он говорит, да, это деньги. Я говорю, а как же я из компьютера их переложу в карман? Я даже не представлял, как это вообще можно сделать. Из компьютера положить деньги в карман. Он говорит, смотри, я беру карточку, достаю, сбрасываю сюда на карточке деньги. Теперь иду вниз, спускаюсь в банки, да, там стоит банковская машина, я эти деньги вынимаю. Я говорю, точно, да, точно. Вот смотри, сколько я уже вывел за последний месяц. Я говорю, все, опиши меня. А когда мне рассказывали, там еще 3-4 человека слушала, те ничего не поняли, говорят, мы только просто хотим. Принимаем какие-то решения. Мы пошли раньше, давайте запишемся раньше. Я говорю, мне все равно, пишите, что как хотите. Я говорю, пишите меня. Я говорю, какие здесь есть пакеты? Мне сказали, есть тогда были на 2 или на 5? Я говорю, мне тут что побольше, на 5. Ну, я так просто логически подумал, что раз 5, то как бы лучше, чем 2. Я взял на 5. Сразу должен сказать, спонсор, который, вернее, спонсор, который привел меня к этому большому спонсору, он в тут же, а он решил подешевле, когда-то заходил этот спонсор, да, дешево заходил, мало платил. Ну, все же хотят сэкономить, да. То есть он сразу, я в первый месяц пошел, пригласил сразу, то есть первую неделю пригласил 6 человек по 5, да, сразу по 5. Я просто позвонил, говорю, ребят, заходите, хороший бизнес, потом разберемтесь, я вам потом объясню. Они мне поверили, да, зашли. Значит, я посмотрел, что я сразу 15% получил, с 5 тысяч 5 раз, по 15, 6 раз, 6 человек, по 15%. Я говорю, ребята, так нормально, и на следующий день не просто мне мои 15% вернулись, а те, которые получили, они же тоже начали зарабатывать от прибыли, мне еще от их ежедневной прибыли тоже пошли деньги. Я говорю, ну, ребята, так тут вообще серьезно получается. Я тогда тем людям говорю, так, ты тоже пригласи 5 человек, я ему говорю. Он говорит, да где я их возьму? Я говорю, а где хочешь? Что, у тебя нет 5 знакомых за всю твою жизнь, что ты живешь на свете? Позвони любому, пригласи, реклама, интернет, дальше разберемся. Они тоже пригласили. Когда те пригласили, я посмотрел, что просто с этих пакетов, я получил сразу, те 5 тысяч, получается там 150 долларов. Я говорю, так это нормально, я говорю. Тогда сейчас я сказал всем, чтобы, говорю, все приглашайте. И ездил, начал, поехал на тренинг тогда, поехал учиться, послушал, что продукты, все это реклама, мне все это понравилось, и все. И начал приглашать, строить трафик, ничего не понимая в бизнесе. А когда построил трафик, когда уже получил там 15 тысяч долларов, я пошел изучать. А что же это такое? Потом мне понравились сами продукты, и пошло, и поехало. Очень просто. То есть что нужно сделать? Нужно стать самому лидером и обучать других. Все. Научиться самому и повторять делать то же самое. А потом, на мой взгляд, а потом уже, так сказать, заниматься, там, не розничными продажами, продуктами. Почему? Потому что некоторые идут сразу изучать продукты, а продуктов столько, что они на год отрываются от жизни. Я говорю, нет. Сначала деньги, потом становишься профессором. Но для того, чтобы зарабатывать сначала деньги, нужно поверить и понять, как это работает. И нужно точно знать, что это не пирамида. Что ни о какой инвестиции речи не может быть. За слово инвестиция вас просто могут уволить из компании. Потому что, когда вы читаете правила и процедуры, понятие инвестиции – это не инвестиционная компания. Почему многие компании вылетают вообще из бизнеса? За слово инвестиция. Потому что они открывают инвестиционную компанию. А чтобы открыть инвестиционную компанию, вы знаете, сколько документов надо для новой компании? Документов и денег. Вам не хватит жизни и денег, если у вас их не было до того. Поэтому у нас рекламная компания. У нас все базируется на продукте. Но отдельно взятый человек, если вам нужны сегодня продукты, тогда вообще речи не может быть. Все общественно. Все понятно и просто. А если вам лично не водня. Вот я, например, входил в компанию, мне не нужны были продукты. Но это не значит, что они мне не нужны сегодня. Почему? Потому что продукты не портятся наши. Это главное. Если вы купили крем какой-то. Крем, да? Не Крым, я говорю, а крем. Некоторые говорят, вот он принеси мне крем. А мы прям крем. Нет, крем. Это шутка. Так вот. Если крем, он портится. А реклама не портится. Пришло время, когда я дошел до того, что что мне делать с моей рекламой, которую я накликал, нащелкал. Вы знаете, я придумал себе создать бизнес. Я думаю, что я в этом бизнесе построю огромный бизнес. Почему? Потому что у меня есть много рекламы, которую вы скоро увидите. Я думаю, что на сегодня хватит, да? Потому что у нас мы время сегодня совсем перебрали. Я вам всем желаю хорошей недели, хорошего настроения, всех благ, здоровья и процветания. Да? И процветания. До свидания. Спасибо за то, что вы сегодня были здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!